Панорамы, герца, визирный и угломерный оптический прибор наземной артиллерии и реактивных установок залпового огня, обеспечивает наведение орудия в вертикальной и горизонтальной плоскостях, применяется при стрельбе как по видимым целям, так и по невидимым. Особенности конструкции. Механизм наведения состоит из угломерного механизма для наведения в горизонтальной плоскости. Механизм углов возвышения для наведения в вертикальной плоскости. В описании панорамного приспособления УБР 1906 год для 3DM полевой скорострельной пушки АБР 1902 года говорится, преимущества панорамы перед угломером заключаются в том, что в какой бы точке горизонта не находилась точка наводки. Наводчик не меняет своего места орудия. Наводчик видит точку наводки увеличенной в 4 раза. Изображение точки наводки и перекрестия находится на одном расстоянии от глаза, чем увеличивается точность наводки. При наводке требуется совместить только две точки, центр перекрестия и точку наводки. Этим наводка значительно сокращается. Колебания глаза не отражаются на точности наводки. Горизонтальные углы поворота панорамы можно измерять с точностью до 1,6 тысячной части окружности. В середине 20 века конструкция была усовершенствована добавлением в нее искусственной точки наводки – коллиматора, что позволило использовать панораму в темное время суток и в плохих метеоусловиях. «История создания и производства» названа в честь создавшей ее немецкой фирмы «Герц», которая разработала панораму по схеме, предложенной швейцарцем Карради. В России панорама была испытана в 1904 году и принята на вооружение в 1906 году. Производство оптических панорам в России было развернуто на основе оптической мастерской Абуховского сталелитейного завода. По свидетельству академика Айн Крылова панорамы Абуховского завода ни в чем не уступали панорамам фирмы «Герц». С 1914 года панорамы «Герца» также производились в реквизированных мастерских ЦС «Герца», которых они собирались из импортных деталей и по чужим чертежам. В Англии устройство получило название «Диал Сайт». В США используется название «Панорамик Телескоп» – изображение.